Отечество Отечество Дорогие друзья, к нам на сайт приходит много вопросов о том, чтобы мы рассказали, как возникло наше движение, какова его история. И вот сегодня мы проводим встречу с основателем нашего движения, Абрежевым Вячеславом Васильевичем. Вячеслав Васильевич, не могли бы Вы рассказать, как возникло наше движение, какова его история, вообще откуда возникла идея создания такого движения и какие цели и задачи оно ставилось в самом начале. Я слышал, Вы говорили, что уже порядка пяти лет как исполнилось нашему движению. Исполняется. Исполняется, еще не исполнилось. Да. 1 сентября 2007 года было принято решение о создании народно-патриотического движения «Россия, Отечество, Свобода, Справедливость». Движение возникло как попытка объединить, консолидировать целый ряд инициативных групп, которые участвовали в распространении книг применения Запада новейшего оружия и массового уничтожения, причина гибели СССР и разрушения России и программа патриотического движения России. Инициативные группы настаивали, их руководители настаивали на том, чтобы мы начали объединять эти группы и формировать патриотическое движение. Было принято решение создавать это движение на основе таких принципов, как наднациональное, надпартийное, надклассовое, надрелигиозное. Потому что мы считали, что по-другому очень сложно будет объединить разделенные по этим критериям, по этим направлениям общественные организации и отдельных патриотов. 1 сентября 2007 года было принято решение о создании газеты «Встань с колен». Газета «Встань с колен» являлась органом, составной частью общественно-политического движения «Отечество, свобода, справедливость». «Встань с колен» просуществовало более 2,5 лет и позже было переименовано в газету «Власть и общество народ». В настоящее время, я думаю, что Андрей Рудольфович скажет об этом, предпринимается попытка возобновить издание газеты «Встань с колен». Цели создания народно-патриотического движения «Отечество, свобода, справедливость» – это, как я уже сказал, объединение патриотических организаций и отдельных патриотически настроенных граждан, выработка программы совместных действий, мы тогда уже начали работать над программами, просветительская, пропагандистская работа среди населения, редакционно-издательская деятельность, развитие общественных самоуправлений во всех формах. В 2008 году мы впервые издали устав, разработали, издали, опубликовали в нашей газете устав о создании территориальных общественных самоуправленческих структур. Мы сняли видеофильм чуть позже по созданию тоже общественных самоуправленческих структур в трех формах, как положено по закону. Наряду с этим мы создали, впервые создали народную палату, народную палату в Ярославской и Владимирской области, в городе Александр. Народная палата в городе Александрове отличалась от многих других образований тем, что это была ассоциация общественных самоуправленческих образований, структур гражданского общества, пенсионерские организации, движения в сфере образования, профсоюзные структуры и так далее. В общественном движении развивались и другие направления. В частности, мы занимались геноцидом, проблемой геноцида русского народа. Самым активным образом участвовали и оказывали помощь недавно скончавшемуся Николаю Викторовичу Левашову в проведении первой конференции в стенах Государственной Думы по геноциду русского народа. С этого момента, можно считать, произошла легализация проблемы геноцида. И он был поставлен в один ряд с еврейским холокостом. Мы занимались правозащитным движением. У нас неоднократно были публикации, которые анализировали ситуацию по 282 статье, рассматривали проблему экстремизма в аналитическом, критическом варианте и так далее. Мы пытались подчеркнуть неоднократно, что фактически те драконовские законы, которые введены для противодействия патриотическим силам, это есть апофеоз политического и правового безумия в стране. В июле 2009 года на заседании Координационного Совета Движения было создано альтернативное патриотическое правительство. 33 комитета вошли в его состав, начиная от Комитета по обороне и безопасности и кончая Комитетом по национальной миграционной политике. Конечно, мы пытались учиться формировать, готовить это правительство на основе изучения опыта зарубежных функционирования теневых правительств в западных странах. Однако, конечно, мы не смогли добиться тех результатов, как на Западе, но все равно правительство существует. И ежегодно мы в рамках общественного совета гражданского общества принимали и принимаем до 15-20 решений, постановлений и заслушиваний на этом правительстве. Мы обучаем патриотические структуры, обучаем состав этих комитетов разбираться, глубоко, профессионально разбираться в различных вопросах управления страной по направлениям, как я уже сказал, в сегменте экономики, социального развития, оборонной промышленности и так далее. Движение в мае 2011 года было зарегистрировано общественной организацией по содействию развитию гражданского общества, общественный совет гражданского общества. И было принято решение о переводе всех структур, наработанных в рамках движения, а именно альтернативное патриотическое правительство, различные комитеты, службы, юридическая служба, информационно-аналитическая служба, комитеты по борьбе с геноцидом русского народа, ну и многое другое. Было принято решение о переводе в общественный совет гражданского общества. И встал вопрос, каким образом дальше использовать общественно-политическое движение «Отечество, свобода, справедливость». Мы, посоветовавшись с нашим активом, приняли решение пойти таким путем. Поскольку у нас в рамках движения было очень сильно представлено ведическое ядро, особенно молодежная часть. И ко мне лично очень часто обращались создать ему какую-то основу, ядро какое-то внутри самого движения, обозначить его четко. Но поскольку в основе формирования этого движения лежал принцип надпартийности, наднациональности, надклассовости, надрелигиозности, и мы понимали, что по-другому нельзя, потому что у нас наряду, у нас 3-4 православных течения уже было внутри. У нас были представители православных течений, у нас были ведисты, у нас были атеисты и так далее. Поэтому мы не могли принимать такого решения. И мы вынуждены были принять его только после того, когда народно-патриотическое движение «Отечество, свобода, справедливость» уже было освобождено, поскольку оно дало старт в развитии общественного совета гражданского общества. И на его базе фактически был создан общественный совет гражданского общества, ныне функционирующий. И мы тогда уже приняли соответствующее решение. Я хотел бы еще один момент отразить, что в рамках формирования общественно-политического движения «Отечество, свобода, справедливость» мы впервые применили принцип договора, принцип соглашения в общественно-политической сфере. То, что мы делали уже позже при формировании общественного совета. Эти наработки нам очень много позволили решить в последующем. Что это дало? За три года существования движения, за четыре года до момента создания в мае 2011 года Общественного совета гражданского общества, мы уже имели в своем составе более 50 общественно-политических организаций. Вячеслав Васильевич, мне кажется, Вы не осветили достаточно важный момент в работе движения, когда движение очень сильно наработало понятие об оккупации России западной потребительской цивилизации, что впоследствии вошло в эту прекрасную программу, первую ее часть. И, может быть, Вы более подробно бы рассказали, как это возникло понятие и что этому предшествовало? Очень интересный вопрос. Я действительно хотел к нему еще вернуться, его затронуть. Но я хочу сказать следующее, что одна из стратегических целей движения, основополагающих целей, являлся ответ на вопрос, что делать в сложившейся ситуации, в ситуации фактической оккупации страны западной потребительской цивилизации. Пытаясь разобраться в этом вопросе, мы понимали, что в системе подрыва, а по-другому нельзя сказать, задействована целая система мер по подрыву нашей страны. В системе подрыва можно противопоставить только систему организованных патриотических действий, только систему патриотических организаций. Не будет сплоченной системы, никогда мы не решим проблему освобождения России. Одним из девизов, одним из лозунгов в движении – отечество, свобода, справедливость. В понятие свободы мы включали как раз момент, связанный с освобождением страны. В рамках движения ставилась задача разработать, доработать проблему оккупации страны во всех ее гранях. Проблема оккупации разрабатывалась нами еще 20 лет назад, еще в последний период советской власти, когда я возглавлял закрытые программы. Одна из программ называлась «Кризисы и конфликты». На примере третьих стран мы считали, что Запад осуществляет оккупацию, невоенную оккупацию этих стран, фактически расставляя свои режимы власти, контролируя финзанцевые потоки и фактически всю национальную жизнь в этих странах. Та же ситуация произошла и с Россией. Мы посчитали, что образ оккупации более важен, чем называть, допустим, колонизацией. Хотя в литературе очень часто называют, что страна является колонией, колонизированной и так далее. Многие говорят о том, что есть фактор внешнего управления. Но мы ввели понятие оккупации по нескольким причинам. Первое. Мы хотели показать внешнюю составляющую в противодействии нашей стране. Мы хотели показать фактор внешнего фактически управления нашей страной. Или во всяком случае контроля над управлением страной. Мы хотели показать и довести до народа образ врага, который не видим народу. Народ не понимает, что страна в состоянии оккупации. Русский народ привык отмобилизовываться, консолидироваться, когда виден внешний враг. Сейчас сложилась ситуация, как примерно при Иване Грозном, когда скрыто действовал враг. Когда практически произошел захват всех структур власти и началось разрушение России. Тотальное разрушение России. В процессе исследований мы сравнивали ситуацию, еще в те далекие годы, сравнивали ситуацию, которая происходит со страной, с Советским Союзом, с Россией, как нахождение страны в состоянии войны. Войны с применением новых технологий. Оружие нового поколения. И суть этого оружия не в каких-то там технических новеллах, совершенствах, вооружениях, а суть оружия в том, что в отличие от ядерного оружия, где 3-4 поражающих фактора основных, здесь применялось десятки, сотни подобных по силе поражающих факторов, действующих по принципу вируса, проникшего в систему жизнеобеспечения, жизнеустройства страны. После переворота 1991 года и особенно после расстрела Белого дома, фактически власть полностью оказалась в руках именно этого вируса, этого западного спецназа, который начал корежить страну, начал создавать механизмы саморазрушения и самоуничтожения этой страны. Вовлекая огромные массы народа, не понимавшего, что они участвуют, собственными руками разрушают свою родину. В настоящее время мы видим, что процесс доведен почти до логического конца. От бывшей, сильной, великой России остались, в общем-то, одни воспоминания. Поэтому задача народно-патриотического движения была пропагандировать все эти идеи, пропагандировать идею оккупации страны, чтобы приучить народ к тому, что образ врага, к образу врага, скрытого врага. Иначе консолидировать невозможно. И мне кажется, это цель достигнута, потому что уже многие это начинают понимать. Да, сейчас уже в литературе везде понятие оккупации используется. Многие понимают, что враг, это, значит, пришел несколько иной. Не поляки, не Наполеон, не немцы, которые там в открытых сражениях пытались захватить. А враг примерно такой, который уже пытался в истории неоднократно захватить нашу страну или взять ее под контроль. Примерно такая же ситуация была у Ивана Грозного, когда в скрытом варианте пытались и развивать коррупции, осуществлять подкуп всех управленческих структур. и, в общем-то, перехватить управление страной. Даже вынудили царя отойти от управления временно, то есть настрой бояр в соответствующем образом. То есть такая ситуация в истории была. Мы пытались еще один момент показать, методологически очень важный для понимания ситуации сегодняшнего дня. что сегодняшняя ситуация, она характеризуется еще чем? Россия в состоянии тысячелетней войны с момента внедрения христианства на нашу территорию. Россия, эта война проявлялась в разных формах, в скрытых, в открытых формах, на различных этапах. Мы рассматривали во многих наших публикациях, в газете, в книгах, которые издавались за этот период, в брошюрах, мы рассматривали ситуацию таким образом, что нынешний этап войны против России самый тяжелый. Враг не то, что у ворот Москвы, у ворот наших городов и сел. Враг оказался уже в воротах. Причем в скрытом варианте, под видом, как я уже сказал, западного спецназа, под видом либерал-демократов, которые начали проводить реформы, а фактические реформы, это был инструментарий по уничтожению страны. Социально-экономические реформы и демократические. Поэтому мы считали и считаем, что этот этап очень тяжелый, потому что страна оказалась в оккупации впервые за тысячу лет. Она не была такое длительное время, она не была в состоянии оккупации с Западом. Мотивация Запада в противодействии нашей стране, в противодействии России, совершенно очевидна. Запад всегда соответствующим образом относился к нашей стране. Его интересовали наши ресурсы, его интересовала духовная составляющая, и они всегда боялись этой духовной составляющей. Потому что когда были прямые военные нашествия, Россия побеждала во многих случаях. Это исторический факт. А в данном случае они смогли захватить все и вся, воздействовать на общественное сознание, начали перекодировать менталитет, перекореживали все, что можно, в том числе систему воспитания и так далее. Они внедрили сюда паразитарный образ жизни, они внедрили все пороки, они внедрили все направления практически геноцида, которые мы рассматриваем. И алкоголизм, и наркомания, и организовали дебилизацию места образования. Мы тоже об этом писали, и на альтернативном правительстве принимали соответствующие решения. Итак, задача, или генеральная цель народно-патриотического движения «Отечество, свобода, справедливость» состояла в том, чтобы соединить, объединить отдельные островки патриотических сил, оппозиционных сил, которые начали борьбу против этого скрытого врага, иногда не понимая даже, где враг, где просто, значит, самые настоящие, значит, ну, фактически, ну, недобросовестное выполнение обязанностей представителями власти, чиновниками и так далее, где фактор коррупции срабатывает, или другие какие-то негативные явления. Мы начали создавать систему, которую условно можно назвать, и мы ее неоднократно так называли в наших публикациях, народно-освободительное движение. Будущее народно-освободительное движение. Вячеслав Васильевич, а как Вы думаете, вот мы все время говорим, что мы боремся с властью, которая осуществляет контроль над Россией в пользу западной потребительской цивилизации. И здесь возникает новое движение, новые оранжисты, которые пытаются, опять же, противостоять существующему строю. Но, как мы знаем, вот та же Болотная площадь была профинансирована с Запада, и многие лидеры этого протестного движения также финансируются с Западом. Здесь какое-то, как бы, противоречие, на первый взгляд. Как Вы видите? Вы очень хороший вопрос задали, очень злободневный. Я думаю, что он интересует очень многих сейчас людей. Ситуация действительно парадоксальна, на первый взгляд. Ведь оранжисты и вся эта ситуация вокруг Болотной площади, это не что иное, как новая волна. Новая волна, новая мобилизация за прозападных сил. Что произошло? Ведь Запад взял под контроль страну. Их представители фактически, то есть они диктовали условия нашей высшей власти. Многие были просто заангажированы и выполняли волю Запада и выполняют до сегодняшнего дня, поскольку почти у всех счета в банках зарубежных, дети учатся там, семьи живут там, недвижимость там. Не зря Бжезинский сказал недавно, что надо еще посмотреть, чья это элита? Элита, у которой на Западе деньги, материальная база и так далее. Чья это элита? И кто ей управляет? Правильно он сказал? Поэтому парадоксальная ситуация. Прозападный, казалось бы, режим выполнили все, что можно по развалу России и геноциду русского народа. А самый большой геноцид это не упоминание русского народа в Конституции. Нет такого народа по нашей российской Конституции. Хотя есть русский государственный язык и есть русская православная церковь. А русского народа нет. В Конституции татарии более правильно все. Многонациональный народ и татары. Отсюда у русского народа нет права на землю, нет права на собственность по нашему основному закону, по нашей Конституции. Так вот, представители власти, начиная с тех, кто проталкивал эту Конституцию, сделали все возможное, чтобы страна оказалась в колонии Запада, чтобы страна оказалась в состоянии оккупации и были выполнены все требования, мыслимые и немыслимые требования Запада по развалу страны. Русский человек остался фактически без штанов. Другие коренные народы, которые веками жили вместе, то же самое. И вот произошла ситуация, что Запад почему-то стали не устраивать наши правители. Они устраивают они только потому, что ну, например, Путин из числа этих правителей четко и ясно занял позицию не допустить развала России по союзному варианту, чего хотел сделать Запад. В рамках нового витка кризиса, который, конечно, отразится очень серьезными последствиями. В рамках кризиса либеральной логики развития Запада она приходит в полный тупик. В рамках кризиса демократического принципа развития она тоже приходит в тупик. И мы в одной из своих программ вот сейчас пишем, что Россия опередила Запад на 50-100 лет в развитии демократии. Мы на самом дне оказались, мы реализовали все, что можно, потому что мы оказались свободными. Свободными от религиозных верований. В течение 70 лет при советской власти у нас это было вытравлено. Мы оказались свободными от других нравственных принципов и так далее. От традиций каких-то. И в результате у нас вся демократия превратилась в политический бизнес, в куплю-продажу, должностей и всего, что угодно. Запад с ужасом смотрит, я думаю, что это тоже одна из причин, с ужасом смотрит, что натворили наши внутренние демократы, ими же направленные сюда заниматься демократией. Так вот, несмотря на развал России и выполнение либерал-демократами всех поставленных мыслимых и немыслимых задач по развалу России, все-таки одна задача осталась нерешенной. Эта задача расчленения России по союзному варианту и разделение международным сообществом, а именно развитыми странами во главе с мировым правительством, разделение наших ресурсов. Два раза мировые войны начинались по этой причине в условиях нарастающего кризиса либеральной логики развития или кризиса капитализма, как это описано в литературе. Два раза мировые войны за счет России спасали Запад и продлевали его существование. На третий раз у Запада дилемма либо развязать третью мировую войну, но это чревато сейчас, потому что ситуация не та, что была раньше, либо найти другие способы поделить наши ресурсы и продлить свое существование опять за счет России. И отсюда возникла по сути дела идея, а почему бы не использовать опять пятую колонну, новоявленную пятую колонну, почему не использовать оранжистское движение, движение недовольных уже нынешней властью, прозападной до мозга костей властью, демократической либеральной властью, которая нарушает принципы так же, как учили западные учителя, принципы функционирования этой власти. и в данном случае опять стала задача, как поменять, поскольку руководители уперлись, в частности, Владимир Владимирович Путин, насколько известно, заявил, что я не допущу развала России по союзному варианту, поэтому он стал неугоден, поэтому его стали всячески третировать, хотя все претензии предъявляются и к нему по развалу России, о которых я раньше сказал, но в данном случае это его огромнейшая заслуга, и отсюда, отсюда, опять новая пятая колонна, опять та же тополитарная теория, которой тысячи лет, когда надо было убирать режимы власти, они эту методологию хорошо знают, эту методику, они всегда поднимали народ, будоражили народ, выводили на улицы и на волне якобы революции или там народного бунта, они спокойно убирают неугодное правительство и расставляют такое же свое правительство, но якобы пришедшее на волне народного гнева, вот такая же ситуация готовится и сейчас, мы знаем, и это были об этом публикации, что нынешние лидеры движения против власти, нынешние оранжисты, они дали согласие идти на расчленение России, если им удастся пройти к власти. Опасность ситуации в том, что если только объективно мы в преддверии очень серьезного испытания, нас ждет колоссальный виток цен, потому что все было заморожено, с 1 июля вводятся цены на тарифы, которые были отсрочены в связи с выборами, в связи с вступлением в ВТО мы должны поднять цены, поднять тарифы на энергетику, пойдет целый круг цен, круговорот по всем другим направлениям, срабатывают инфляционные и другие моменты, и в результате народ будет на улицах уже к осени, оранжисты в полной готовности, в литературе очень много намеков на то, что большая часть оранжистов на сегодня в подполье, и они выйдут, они в этот момент начнут агитировать против власти, против всего, фактически против своих ставленников, против своих друзей, немцов и прочие, Касьяновы, они же были среди либерал-демократов, которые начинали проводить эти реформы, а сейчас, да, но были каким-то образом отстранены от кормушки, и сейчас они опять рвутся, рвутся туда же, рвутся с новолиберальным проектом, который окончательно уничтожит страну, поэтому задача патриотических сил в этой ситуации, конечно, очень-очень непростая, но мы, как я уже сказал, отрабатывая вопросы оккупации страны, фактически мы там уже нашли ответы на эти вопросы, кто такие новоявленные вот оранжисты и так далее, которые могут опять попытаться идти на перехват власти и дальше реализовывать уже, вести политику в интересах Запада. Мы решили самую главную задачу в рамках движения и в рамках созданного в мае 2011 года Общественного Совета Гражданского Общества. Мы решили задачу консолидации сил, подготовки этих сил к формированию народно-освободительного движения. Народно-освободительное движение предполагает предполагает конечно освобождение страны и в данной ситуации освобождение страны от всяких попыток всяких попыток навязать ей вот такой сценарий, не допустить этого сценария. Мы понимаем, что страна может выйти из этой ситуации мирным путем. у нас есть наработанные программы, у нас сосредоточен огромный научный творческий потенциал ученых и мы знаем алгоритм действий. Как не допустить крайней ситуации в стране, как не допустить гражданской войны и выйти мирным путем одновременно подняв и возродив нашу Родину. Мы это делали и будем делать по всем направлениям. Итак, в связи с тем, что все структуры, наработанные в рамках Народно-патриотического движения России Отечества, Свобода и Справедливость, были переведены в Общественный Совет Гражданского Общества, встал вопрос, как перепрофилировать наше бывшее общественное движение. Встал вопрос, кто его возглавит. И здесь родилась идея, что Народно-патриотическое движение России Отечества Свобода и Справедливость станет матрицей, станет площадкой для консолидации всех ведических сил страны, где в основном преобладает молодежь, реализовать ту задачу, которую мы не могли раньше реализовать. И мы предложили стать председателем этого движения советнику, председателю Общественного Совета Гражданского Общества Шаху Андрею Рудольфовича возглавить это направление, развивать, разработать принципы перепрофилирования Народно-патриотического движения, развивать его дальше в духе традиций, которые заложены в его основе, но только уже на новом уровне, на новом витке. Я считаю, что на сегодняшний день задача решается. Очень много сделано в рамках развертывания движения. Я думаю, что Андрей Рудольфович сам расскажет, что они делают, как они поднимают на новый уровень нашу бывшую площадку, с которой стартовала нынешний общественный совет, нынешний общественный совет гражданского общества. В настоящее время наше движение, мы занимаемся в рамках движения подбором кадров, и уже достаточно много провели переговоров, порядка, наверное, в пяти, в шести городах, уже группы ждут для того, чтобы мы выехали и организовали нашу работу уже на местах. Ведем переговоры с различными группами для того, чтобы консолидировать наше движение с родственными группами, движениями, которыми близки наши идеалы, нашей работы. Следующее направление работы это информационная работа. У нас есть свое издательство, и мы издаем литературу по ведической культуре. Издали недавно, это вот «Быстворь» по историческим аспектам автора Святозара. И сейчас наше движение совместно с общественным советом гражданского общества мы подготовили книгу Сидорова вот эти «Форзац», такой красивый получился, «Тайный проект вождя». Она поступит в продажу буквально где-то через неделю. Но я должен сказать здесь, что Андрей Рудольфович, ваши движения из 250 движений, входящих в настоящее время в состав общественного совета гражданского общества, очень серьезно себя проявляет на информационном поле и в кадровом плане, но особенно на информационном поле и в правозащитном направлении. Поэтому в данном случае я просто вас поздравляю, я желаю вам удачи на этом направлении. Все очень у вас на достаточно высоком профессиональном уровне. Вот кстати, да, насчет правозащиты у нас действует центр Ярь, координационный правозащитный центр, провел уже за столь короткое время несколько акций. Одна из них это была пресс-конференция на Пречистинке, когда мы обсуждали проблемы 282-й статьи в контексте национальной безопасности. Здесь мы рассматривали проблему с Багаватгитой и соответственно проблему экспертных заключений по назначению 282-й статьи. Также мы принимали и принимаем сейчас участие в поддержку защиты фильма «Игры богов стрижака». Тоже идет борьба, идет и она продолжается и сейчас на данный момент идет перерыв судебный и вот где-то с сентября мы опять переходим к новому раунду защиты. Вы уже говорили, что одна из важных задач это восстановить газету «Встань с колен». Вот мы уже провели первое совещание и решили где-то к первому сентября издать первый номер то есть восстановить его. Вот уже набираем материалы финансирование решен. Вопрос финансирования решен. Сейчас остался момент отработки конкретных материалов для первого номера. Также движение на данном этапе принимает работу в региональных советах. То есть все эти структуры которые мы работаем мы естественно скоординируем с нашими региональными советами и они примут активное участие в работе объединенных приемных. Еще одно направление которое мы развиваем это общинное поселение. Вот у нас есть поселение в Костроме которое мы как экспериментальное такое запускаем и ведем переговоры и обменяемся с рядом других поселений посылаем людей консультируем и просто находимся в координации с людьми которые тоже принимают участие в создании таких поселений как в центральном регионе так и в Краснодарском крае также в Сибири и соответственно мы очень заинтересованы в развитии самоуправления то есть развития создания ТОСов и подобных структур для того чтобы люди осваивали основы самоуправления потому что очень важно понимать как управлять как реально на месте добиваться контроля за финансами как создавать контролировать диалог и общаться с властью для того чтобы решать какие-то насущные конкретные проблемы вот такой вот список для начала то есть тех направлений которые мы наметили я думаю что в ближайшее время мы запишем специальное обращение для тех кто желает нам присоединиться где мы подробно поговорим о принципах которые мы будем исповедовать и которые которые лягут в основу нашей работы и в ближайшее время этот ролик появится Андрей Рудольфович я хочу поблагодарить вас за огромную проделанную работу по дальнейшему развитию нашего общественно-политического движения отечества свободы и справедливость я хочу поблагодарить за то что отдельные направления которые вы каждый день и каждый час которыми занимаетесь они настолько важны взять допустим направление самоуправления вы же возвращаетесь возвращаете людей к тем основам которые были у наших далеких предков к основам самоуправления и не было проблем с властью которые есть сейчас когда власть обособлена когда власть сама по себе народ сам по себе представители наиболее активный пассионарный слой народа общества так называемый само по себе не было этой ситуации никогда поэтому это огромная благородная созидательная работа я хочу сказать что на примере поселений и вашего опыта мы сейчас формируем используем эту информацию эти наработки в создании типовых уставов потому что это направление и как самоуправление есть в общественном совете гражданского общества фактически вы помогаете реализовывать отдельные направления которые есть в нашей сейчас головной структуре и еще один очень серьезный момент у нас более 250 организаций мы делаем все возможности чтобы на таком уровне работали наши организации конечно мы еще наверное долго будем добиваться такой ситуации потому что многие что греко таить не привыкли работать не привыкли привыкли декларировать что они есть что они патриоты я не буду называть организации у нас есть еще и мы видимо будем периодически заслушивать и введем в традицию вот как сегодня заслушиваем фактически идет своеобразный отчет руководителя за год работы за год работы я думаю что в будущем мы наверное примем решение чтобы заслушивать и других руководителей организаций которые вошли в общественный совет гражданского общества народно-патриотическое движение отечества свободы справедливость является полноправным членом общественного совета также по соглашению как и все вошло в общественный совет не нарушая здесь никаких наших принципов требований но оно вырвалось вперед оно взяло на себя очень серьезные обязательства и очень серьезные значит моменты в нашей общей работе Андрей Рудольфович сказал что работа на информационном поле это работа неоценимая практически у нас ну может два-три движения которые входят в общественный совет обладают еще такой базой работы на информационном поле как народно-патриотическое движение отечества свободы справедливость чтобы издавались книги чтобы издавалась газета издавались другие материалы ролики и так далее поэтому мы ждем от вас и дальнейшей работы на этом уровне мы ждем от вас примера и я считаю что ваша работа причем она идет бескорыстно на добровольной основе без всякой оплаты без ничего это работа очень благородная на благо Родины во имя освобождения нашей страны от оккупации освобождения от всех пороков которые нам навязали во имя будущей России вот на этом я и хотел закончить еще раз поздравляю вас за вашу прекрасную работу спасибо